Теперь, в общем-то, только тигры, потому что последние больше сорока лет я работаю только с тиграми, а до тигров я больше десяти лет работал со всеми лидерами животных, которые были. Для меня не новинка, не один вид животных, о которых... Не важно, там у всех написано. Написано, да. И вот так, что я имею представление о всех животных, о которых идет речь, о которых держит неволе и все. Вы знаете, больше всего... Мне очень много приходилось работать за рубежом, пожалуй, всех наших дрессировщиков, я дольше всех там проработал. У меня никогда ни с кем, никогда за границей не было проблем. Были проблемы с собаками у дрессировщика, были проблемы с медведем у дрессировщика, у меня никогда проблем не было. И, вы знаете, я думаю, что это не потому, что я там что-то изобрел, а потому что это была совокупность опыта. Ведь все равно один человек не изобретает все, обязательно кто-нибудь помогает. Я, например, всю жизнь связан с московским зоопарком, больше пятидесяти лет. Потому что это сведоточие передовой мысли, это знание там. Поэтому надо... И поэтому... Да, еще потому что все-таки я очень много лет проработал так называемых жо-цирках. Очень много лет становление происходило там. Там были очень опытные, знающие люди. Люди, которые когда-то, еще до революции, имели собственные ссылки и собственные зверинцы. То есть это были хозяева. Это люди, которые меня учили, давали азы беспокойства о животных. Ну, о том, что я сам люблю животных, я не буду об этом говорить. А вот то, что они еще больше видели, этот податливый материал, и они туда эти зернышки сеяли, сеяли и так далее. Не поспать, особенно в плохое время года и так далее. Поэтому опыт идет оттуда. Сегодня катастрофическое положение с этими предприятиями. Раньше они принадлежали Союзу Сырку. Я был у истоков создания зооведотдела специального Союза Сырки, который мы создали с Алексеевичем Митиным. И потом уже пришел Игорь Викторович Базаров и другие там люди, которые до сих пор работают. Мы создали это всего-навсего в 80-м году. Это очень малый срок. Очень малый срок. И информации сегодня об этих зооцирках уже практически нет. Там есть несколько. Когда произошел развал, где они остались. И сейчас это все в частных руках. И как правило этим жутким делом занимается армянская диаспора. К животным относятся очень плохо, я их не видел. Я за существование контроля над животными вообще. У частного, участника, который собак бежит дома, в квартире. То ли он работает на ипподроме, то ли он работает в цирке. Да, контроль должен быть обязательно. Но контроль должен быть нормальным. Не экстремизмом. Потому что такие фантазии выдумывает о дрессировщиках, которые просто не... Ну, я, например, проработал всю жизнь, я не представляю, как можно до этого дойти. Я не представляю. И вот то, что вы говорили, самое верное, что у нас закрытость получается. Мы не информируем. Люди не знают. Конечно, все эти передачи о животных, они поверхностные, которые делаются по телевидению. А мы, честно говоря, не имеем той возможности, чтобы людям рассказывать по телевизору равномерно, равномерно, адресировки вообще. И поэтому мы остаемся как бы изолированы. Чтобы развеять этот миф, что только битьем, что только еще чем-то. Это же полный абсурд. Выдрессировать животное ни битьем, ни грубостью нельзя. Это потом может дрессировщик быть неиздержанным, потом он может быть. Но научить нельзя точно так же, как человек. Это нервная система. Что такое дрессировщик? Каждый дрессировщик – это, в общем-то, маленький зоопсихолог. Он работает с нервной системой. При лютости, при массивности слонов, при агрессивности хищников. У них такая у всех хрупкая нервная система. Один раз не так сделаешь, будешь потом ходить замаливать неделю вокруг этого животного, плясать как хочешь. И ничего не поможет. И опять зависит от нервной системы, какое животное. Если это флегматичное животное, то его можешь потерять навсегда. Ты его уже не восстановишь. Более активное животное, ты там уже можешь быть посмелее, погрубее. Вот, например, я. Вот, когда я приехал из-за рубежа после длительной командировки, и наслушавшись там тоже всяких небылиц, адрессировщиков, я репетировал двух молодых тигриц. И поставил камеру, любительскую камеру, ставил, сам заходил, включал. Вот сегодня я собираюсь это дело, начинал направляюсь сюда. Есть ли? Или весь манюш. И вот у меня есть. Вы знаете, я недавно хотел, вот, передал нашу информацию, чтобы опубликовали где-то. И вот я не мог досмотреть. Я посмотрел три кассеты, еще три осталось, но я только посмотрел три кассеты. У меня не хватило терпения. Я удивлялся, какой-то человек, который там в длительной цепи не хватает на это нервы, терпения. Вот. Поэтому нам нужна информация. А мы не зарабатываем таких денег, чтобы мы могли платить или менее. Сейчас все платное. Поэтому помощь и вот эти мифы, и сказки, конечно, они должны быть развеяны. И еще я хочу сказать, маленький миф хочу развеять. Вот этим делом, извините, меня занимается и глава нашего государства, охрана тигров, леопардов. И там академики паркетные, и там и так далее, и так далее. Никогда в природу дикое животное вернуть не удастся. И никому. На огороженную территорию. На территорию, которая... Вот сейчас показывают много, в телевидении сейчас все показывают. Да, они выводят слоня, это женщина, я не могу без слез на нее смотреть, которая слоня выращивает в Африке. Но слона может быть и можно. Но только не хищника, потому что хищника никто никогда... Эта программа обречена на провал. Не хищник-жертва, это целая наука, которая может передать только себе подобные. Как убить? Человек не может научить хищника убивать свою жертву. Это, конечно, лишняя тракта денег. Ну зачем далеко ходить? Ну не академик я, я всю жизнь занимаюсь с животными в Манеже. Но, я же и читаю, я и смотрю, разве Джой Адамсону было мало для того, чтобы убедиться, что нельзя выпустить хищника? Чем вся эта история закончилась, так, в общем-то, никто и не знает. Вот она там с этой львицей, потом она с гепардами. Финал. Им дали какую-то территорию в каком-то заповеднике. И они развели львов и угробили всех львов. То есть нарушили весь этот заповедник, стал наполнен львами, у которых нарушены отношения хищных жертв и отношения с человеком. Потому что все живое, рождающееся в природе, боится человека. Но только что из утробы выскочивший тигренок, мокрый, который берешь руками, он уже шипит. Поэтому никогда вернуть это будет нельзя. Он испортил там сотни львов. Что сделали африканцы? Они убили его, Джо Адамсона самого, убили Джо Адамсона, отрезали ей голову Джо Адамсон и уничтожили всех львов. Это никто не пропагандирует, это никто не говорит. И уничтожили всех львов, потом отстреляли, обездвижили, завезли группу настоящих хищников и ее разбили. Это вот к отношению к этой программе. Так что мы не сможем вернуть. Но мы сможем насытить рынок, чтобы не было. Но опять проблема. Рождается, рождается. Одни тигрята. У меня сейчас тоже несчастье. Шесть самцов и восемь самок. Это немыслимо работать. Их поведение зависит от физиологических циклов. Одна начинает, другая кончается, а потом сразу все вместе. И начинай прыгать вокруг, скакать и зашряться. Ладно, завалилось сегодня, завалилось завтра. Потом промежуток окна. У всех наступает мир и все нормально работает. И безграмотность. Мы стали сегодня приобретать хищников. В нашем государстве сегодня разрешено приобретать и держать в домах, в квартирах. Надо что-то делать, чтобы запретить держать хищников в квартирах. Мы до сегодняшнего дня не навели порядок с РКФ для того, чтобы не убивали собаки, людей, детей. Мы этого не смогли сделать. Как нам сделать сегодня запретить? Богатых много. Они держат массу хищников. Это нельзя. Это категорически нельзя. Хищник останется хищником. И что бы мы ни делали, в кровати будет он спать. Наступит время. Хотя бывают. Бывают. Вы знаете, бывает. У меня был подарок судьбы. Поцелуй Бога. Тигр, который прожил у меня, не работая. Но он был ручной, везде ходил, я его водил. Таких было тигров на сегодня два. Вот у Назаровых был пуш, который вы видели в фильме «Полосатый рейс». Это вершина созданная. И у меня был тигр. Больше таких тигров нет. С водорослением они превращаются в тигров. Но в этом можно многое говорить. Приходят люди, покупают животных, дрессируют. Поэтому у меня такое предложение, чтобы мы организовали школу. Начиная... Вот уголок Дурова сейчас организовал. И своих рабочих, которые интересуются и любят животных. Они сделали группу дрессировщиков. Начинают их готовить. И потом, может быть, и мы будем этими людьми пользоваться. Кого врага. Поэтому мы не враги с защитой животных ни в коем случае. Но и они... Ну, должны быть адекватные вещи. Это глупость. Я могу рассказать и показать. Так что, если кому-то из защитников заходит, посмотрите, интересует тигров, а вы не смотрите на видео, я могу показать. Только у себя. И посмотрю, насколько хватит у них терпения на это. Спасибо, Игорь Владимирович.